Я не знаю с кем вы встретитесь, я не знаю, не знаю, а как вы знаете? А почему вы лицо? Вы знаете, что вы повышаете? Никола. Я заступил на гражданин, а с гражданином искусственного лимита. А просьба человек? Аллате. А кто самый старший тут с керевницей полиции? Может быть, с керевники. Засланные какие-то там. А древники? Вы не знаете, что и бывает. Вы же обеспечиваете порядок? Аллате. А если это бандиты? Рюкзаки авакомы? Я не знаю. Нет, авакомы будет рюкзаков. Да идемте, запитаем. Рюкзак не знаю. Друзья, сейчас мы находимся на Европейской площади. Мы смеялись от Майдана незалежности на Европейскую площадь. Тут несколько подразделов национальной гвардии, полиции. И они, на жаль, не пояснивают свои идеи. И не понимали, почему они тут вообще находятся. Чему самым мы им заважаем. И чему самым эти хлопцы, которых я очень уважаю, находятся сейчас на морозе. И чего ждут. На жаль, представители нацгвардии керевництва, что тут присутствие, никаким чином не пояснивают, какие заходы сейчас отбиваются. Какой наказ был дан на использование национальной гвардии. Они все морозятся. Это такое слово, которое отвечает в позиции этих, на жаль, правоохранцев. Вот сейчас здесь находится керевница Руху Новых Сил. Представители юридической нашей службы, которые, заздалегідь, сообщили Киевраду и правоохранные органы, что мы будем завозить сцену и установить сцену на Майдане незалежности. И все законные для того, чтобы это сделать, у нас есть. Ваня, какие-то были пояснения, чему здесь нацгвардия? Ничего не знают. Возвращайтесь до центрального правительства. До пресс-центра. До кого? До пресс-центра. Пресс-центр решает все. 100%. Я думал, кто принимает решение в этой стране? Пресс-центр. Что ж мы идиоты, что ли без приказа действовать? А кто дал? Никто. И так без конца. Да. Еще раз всем напоминаю, что состоится марш 18 марта уже на Майдане. Так что не ходите, пожалуйста, не идите к Марку Шевченкову. Из-за того, что мы все привыкли там собираться, завтра уже мы собираемся на Майдане. И будем проводить нашу акцию здесь, на этом месте, потому что мы не должны исследовать сценариум каких-то больных уголов с администрацией президента, советников Порошенко, Кавальчуков и так далее, которые за наши суммитинги занимаются этой ерундой. За наши суммитинги ставят уже полгода, обстраивают весь Майданк, уродливанный конструкциями, и спекулируют цинично абсолютно, фарисейски, погибшими реальными героями. Эти деньги не идут на помощь семьям, например, погибших людей, семьям небесной судьи. Никто, на самом деле, не переживает за перфских татар, которыми сегодня они решились закрыться, да, и прикрепили уже к этим грудливым конструкциям их имена и так далее. У этих людей ничего святого реально нет. Вот ничего святого нету. Наверное, это самая лучшая демонстрация сущности и фарисейства власти Порошенко, временной власти Порошенко, потому что это долго не поддерживается. Давид, до тех, что Вы сгадали крымская операция, до ней еще месяц. Она была 22 квитня 1918 года. То есть конструкцию ставят за месяц. Они считают нас, ну и не только нас, а вообще всех людей за идеологи. Есть компания, фамилия и название этой компании кто-то запомнил? Которая заработала миллионы, за полгода благодаря... ...победа. Это вполне все российские властва. Причем из местного навантажения жодного. Наверное, не встегло надруковать, потому что Вы походах сделали все конструкции. Ничего. Жодной-жодной информации, кроме информации 18-го года по полкуну Полбачанову. Вот интересная очень ситуация, когда вот все эти ребята, в основном, сейчас на армах сидели беспокойно, обсуждали большие личные вопросы, обижали бы здесь, сегодня направились туда. Непонятно почему. Непонятно почему. Чтобы до завтра, на 18 марта, как-то собираются, будет единственной вымогой. Чтобы единственный человек, который мешает сегодня прогрессу Украине, и держит, и является гарантом олигархата, который реально блокирует весь прогресс Украины, он просто ушел. Оставил страну покой и дал возможность новым социальным лифтам и новым молодым украинцам прорваться и пробраться к инструментам реальных изменений. Вот два вот так упираются. Вот упираются. Вот упираются. Это понятно. Хлопцы, а вам пояснили, какую боевую задачу поставили? Что-то сказали? Куда? Навище? Ну, поведомили. Ну, интересно, что я тоже служил, мне интересно. Не знаете? Или вам заборонили спалкиваться? Заборонили? Ничего, хлопцы, не обижайтесь на нас. Мы просто... Мы на самом деле за вас стоим тоже. Чтобы вы никогда в жизни больше никаких таких ВК... не обижайтесь на нас. Вам приховати ваши злочины. Вы уже герои святови. Вы уже герои святови. Вы уже герои святови. Я не знаю. Я не знаю. Спасибо, да. И вы знаете, что... Спасибо. Ну, я пытаюсь критерировать в том, что для забезпечения правилей акций, это законно все. Я не могу сказать, что должно, как подаваться, где воно будет. Визначенное место нам предоставить. Мы тут забезпечиваем подключение правилей. Понятно. Вы забезпечиваете законное законное дотримание правилей. Так. Мы сейчас обеспечиваем про то, что отсюда закон о проведении мирных акций. Мы хотим, чтобы вы забезпечили дотримание закону. Вы, в том числе, и командируете. И забезпечили доставку сцени до места, где оно указано. Чтобы можно было ее спокойно, без перешкод, без маяких титушек, без маяких зайвых осен, незрозумимых, которые ховаются. Это сцена установить и дать возможность гражданам Украины провести мирную акцию завтра-давтра. Дякую. Дякую. Дуже дякую. А можно вас, пожалуйста? Шановный парт. Заважаем? Да, мы заважаем. Я сейчас объясню. Наша сцена машина сидела біля паникулера водойморской ее зупинила патрульная машина и уже последние полчаса ее сюда не пускают. Попросы все до патрульной полиции? Я не не координа не серьезно. Сколько тут наших правоохранителей. Я очень смешно отношусь к этих ребятам. К сожалению, они выполняют наказ, который, я так понимаю, не очень справедливый и не очень справедливый. Я так так я Сейчас идем до машины, которая заблокована патрульной полицией. У этой машины находится сцена и звуковое обладнание для нашего митинга. Сейчас будем пытаться разруковать эту машину и дать ей возможность проехать до Европейской площади. А дальше уже до Майдана. Друзья, я еще раз поведомляю. Мы сейчас будем помогать помогать машине, которая может проехать на Европейскую площадь. Доехать до места, где мы будем проводить марш. Руховцу забрали здесь.